Если вы мать ребенка от года и больше, то, наверное, вы уже прошли через эту стадию, когда вы понимаете, что полный отказ от мультиков – это просто героизм высшей степени. Я тут буквально месяц назад читала книгу. Там был такой тезис про мультики, в каком объеме показывать мультфильмы дети, из какого возраста что показывать. В общем, когда ребенок смотрит мультики больше, допустим, 15 минут в день, или больше 30 минут в день, клетки мозга у него как-то не так развиваются. И какие-то нейронные сети вообще не развиваются. То есть ребенок, в принципе, деградирует, не останавливается развитие, когда он смотрит мультики. Не знаю. Хотелось бы верить, что это не так. Мы сегодня едем в деревню к бабушке. Время 12.30. Мы выехали из дома в 10, наверное. Мы выехали из Москвы и поняли, что Леша не взял с собой сумку с документами и со всякими полезностями. И поехали обратно. Плохие. Вот сейчас мы снова едем из Москвы. Надеюсь, вы ничего не забыли. И главное, если бы мы не вернулись за документами, я бы не взяла с собой камеру, потому что я забыла о ней. Мы еще только даже из Московской области не выехали. Леша уже глотает, а на швейсик. А нам ехать... 502 метра. А эта мадам все красит и красит себе язык. Ой, красота. Губки. Безумно вкусно кушать, когда ты проехала 300 километров. 400 километров. Мы проехали больше, чем 400, потому что мы еще возвращались домой. Это очень вкусно. В последнее время я все чаще и чаще... Я все чаще замечаю. У меня как будто кто-то... Иди, сходи за бюро, пожалуйста. Орменел. В последнее время я все чаще узнаю от каких-то докторов, ученых, образованных людей, опытных, что питание, очень правильное питание, на самом деле не так уж... Да, с пюрешку или фрикадельки? Пюрешку. Не так уж сильно влияет на наше здоровье. То есть, конечно, это в какой-то степени, например, снижает риск онкологических заболеваний, в какой-то степени снижает риск еще оптических заболеваний. Но оно, так скажем, это не само решение, проблема. Поэтому вредную еду есть можно, если вам вкусно. Мне, например, вкусно кушать сырые овощи. Так классно на улице, просто... Все, Лешку проводила в Москву. Сама осталась тут на недельку. Сейчас покажу кое-что очень прикольное. Снег... Снежок. Ура! Это не санки. Это какое-то хозяйственное корыто, в котором дедушка передвигает зимой разные разности. Но мы приспособили их к пацанке. Я туда постелила пледик. Смотрите, как красиво там. Как это можно не любить? Нельзя. Здесь слышно, как падает снег. Ой! Да! Любишь кататься, люби и саночки возить, Ариана. Да? А это дедушкины очень старые лыжи. Очень старые лыжи. Я на них каталась, когда была маленькая. Они мне казались в несколько раз больше. Я вставала на дну из них и ехала боком, как будто бы я на сноуборде. Мама! Мама! Что? Мама! Пойдем? Пойдем на санках кататься? Пойдем? Пойдем на санках. Очень красивая лыжа. Одна примета говорит о том, что если сегодня, 26 января, входя на улицу, ты услышишь, как синицы щеночат, значит, ранняя весна впереди. Вот стою, жду, когда синицы запоют, но здесь нет никого, кроме одной сороки. Далеко-далеко. Что ж, ты будь тронилась, что ли? Пошла я. Холодно. Тебе не холодно? Купа. А? Купа. Бросай в сугроб. Поехали. Это очень старая церковь, очень старая, какой-то 17 век, по-моему. Ее вот сейчас реконструируют. Ура! Ура! Выигр. Апчхэ! 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 Я не упомяю, что я не упомяю. Ой! Ой, ай! Это было бы я, это было бы я! Ооо! Уоо! Уоооо! Уооо! 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 Уооо!